Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SKY WAY CAPITAL! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от SKY WAY, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SKY WAY и SKY WAY CAPITAL. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Компания-разработчик струнного транспорта ЗАО «Струнные технологии» разместила в открытом доступе результаты независимого финансового аудита своей работы за 2018 год. Журналисты Центрального телевидения Беларуси посетили ЭкоТехноПарк SKY WAY и провели съемку сюжета для одной из познавательных программ Белтелерадиокомпании. 20 июля ЭкоТехноПарк SKY WAY посетил известный американский актер Стивен Сигл со своей супругой. В июльском номере белорусской газеты «Звезда» вышла статья с подробным разбором общепланетарного транспортного средства геокосмического проекта Анатолия Юницкого. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Компания-разработчик струнного транспорта ЗАО «Струнные технологии» каждый год размещает в открытом доступе результаты независимого финансового аудита своей работы. Так все инвесторы проекта SKY WAY могут убедиться, что их средства расходуются непосредственно на новые разработки и развитие проектов струнного транспорта. Из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках следует, что в 2018 год компания ЗАО «Струнные технологии» улучшила финансовые показатели по всем основным пунктам. В два раза выросли выручка и основные средства организации, к которым относится все имущество, которое принадлежит предприятию. При этом 90% активов компании профинансированы за счет собственных средств и только 10% за счет заемных, что также является показателем финансовой устойчивости. Согласно оценкам, бухгалтерская отчетность ЗАО «Струнные технологии» достоверно отражает финансовое положение компании на всех этапах ее развития. Результаты аудита вы можете прочитать на нашем сайте в разделе «Новости». 16 июля Экотехнопарк Skyway посетила творческая группа Центрального телевидения Беларуси. Журналисты провели съемку сюжета для одной из познавательных программ Белтель радиокомпании. Гости оценили центр испытаний «Струнного транспорта» и посмотрели сразу три вида сертифицированного подвижного состава. Одним из представленных видов транспорта был юнибайк, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов после презентации на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Гости Экотехнопарка посмотрели испытания 14-местного юнибуса, которые проходили в эти дни на полужесткой путевой структуре и смогли лично прокатиться на юникаре. Ведущая передача задала множество вопросов о проекте Skyway и получила компетентный ответ сотрудников ЗАО «Струнные технологии». О выходе будущей программе, посвященной Центру испытаний струнного транспорта, мы обязательно сообщим на нашем сайте. В прошлую субботу Экотехнопарк Skyway посетил известный американский актер Стивен Сигал со своей супругой. Пару сопровождал титулованный пауэрлифтер, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко. Голливудскую звезду давно волнуют вопросы здорового образа жизни и улучшения экологии, что отражается в творчестве Сигала, который снялся в нескольких фильмах, посвященных борьбе с разрушением окружающей среды. По словам актера, желание посвящать больше времени подобным проектам, целью которых является сделать мир лучше, и стало основной причиной его визита в Экотехнопарк. Экскурсию по Экотехнопарку для гостей провела Надежда Косарева, генеральный директор ЗАО «Струнные технологии». Кроме ключевых объектов Центра испытаний, гости ознакомились с несколькими образцами подвижного состава и прокатились на Юникаре, оценив комфорт и вид окружающей природы с высоты почти 14 метров. В июльском номере белорусской газеты «Звезда» вышла большая статья, посвященная проблемам индустриализации ближнего космоса. Журналисты издания разобрали проект общепланетарного транспортного средства – геокосмического летательного аппарата, охватывающего планету в плоскости экватора. Несмотря на то, что идея создания ОТС начала разрабатываться Анатолием Юницким еще в 70-х годах прошлого века, сегодня она не теряет своей актуальности и становится все более привлекательной для космической отрасли. Как отмечает автор статьи, вынос промышленности за пределы Земли радикально улучшит нашу общую среду обитания, биосферу Земли, особенно в индустриальных регионах, без каких-либо ограничений роста производства. Ссылку на полную версию публикации вы найдете на нашем сайте в разделе «Новости». Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok